Мы находимся в состоянии войны. Наша страна не может допустить существования на своих границах государства, у которого задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать у нас Крым, не говоря уже о других регионах. Я вот зачитывал это, да, мы не можем допустить существования на наших границах государства, которые пытаются отобрать у нас Крым, и у них в документах записано, что они собираются это сделать. И другие регионы. Эти слова сказал не я, эти слова сказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина. Но насколько симметричная у нас ситуация? Россия не может допустить существования нас, потому что мы на полностью законных основаниях, на основании всех международных законов, естественно, будем добиваться того, чтобы вернуть себе Крым. Но и россияне, понимаете, а как мы можем допустить в такой ситуации, давайте симметричный ответ, наш ответ Западу, а как мы можем допустить существование на нашей границе государства Российская Федерация, которая пытается присвоить себе то же самое Крым и наши регионы. Говорят некоторые, сегодня Песков впервые объявил, что это война. Нет, он уже говорил такое, он уже говорил, что сначала была СВО, потом это, потом война, поэтому здесь подводных камней я бы не искал. Но прямой текст, прямой текст мы можем сказать ровно такой же. И да, сегодня мы нам напомнили, что у нас война, просто напомнили. Мне сегодня с утра звонило, сегодня у нас 22 марта, вы смотрите Шетельман за неделю, с утра позвонила куча разных новостных агентств, у вас такой кошмар, такая атака, это впервые в истории, по вашей энергетике, все, вы там все погибли, да. Да мы привыкли вообще-то, мы привыкли. Да, это большая трагедия, то, что сегодня произошло, потому что есть убитые, есть раненые, есть люди, которые прямо сейчас сидят без света, в том числе весь Харьков. Когда я записываю это видео, весь Харьков сидит без света и большая часть без воды. И только некоторым альтернативным способом начали поставлять там воду. Пока на настоящий момент известно о пятерых погибших, 14 раненых и трех пропавших без вести. Так что, скорее всего, давайте будем честны, погибших будет больше, точно. Эта цифра будет увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться. Как всегда, все это охватило, эта нынешняя ночная атака, она охватила прямо всю географию Украины. Мне вообще показалось, что они специально, россияне, решили как будто бы вбить клин между Киевом и остальной Украиной. Они специально отдельно атаковали Киев, дескать, смотрите, вам привилегия, отдельная атака, а отдельно всех остальных. Хотя хорошая новость в том, что им, скорее всего, просто не хватает самолетов и летчиков. Все-таки кое-кого мы из них уничтожили. Какие-то самолеты мы повредили, какие-то летчиков мы там прибили. Поэтому им не хватает теперь мощностей, чтобы за день атаковать и Киев, и все остальные регионы. Днепр, Кривой Рог, Харьков, Запорожье, Черкасса, Винница, Львов, Хмельницкий, Ивано-Франковская область, Бурштинская, ТЭЦ. Это я перечисляю те, про кого я уже знаю, что туда сегодня прилетели ракеты и беспилотники. Ну, самый большой удар, конечно, если так визуально посмотреть, он пришелся на Запорожскую область, на Днепрогэс. Россияне ударили про Днепрогэс двумя ракетами, и обе попали. Одна в ГЭС-1, другая в ГЭС-2. Как сообщило наше руководство, ну, руководство энергетиков и, собственно, Днепрогэса, то с большой вероятностью ГЭС-2 не удастся сейчас запустить, потому что полностью повреждено машинное отделение, нужно просто закупать новые электрические машины, все это, понятно, будет очень долгим процессом. Ну, Днепрогэсу не привыкать. Фашисты уже однажды разрушали Днепрогэс полностью, когда уходили, отступали. И в 43-м они взорвали Днепрогэс, взорвали плотину. В этом году русским пока не удалось уничтожить именно плотину. Тогда украинцы после войны, после Второй мировой, восстановили Днепрогэс в полном объеме, и даже удвоили мощность, так появилась ГЭС-2, удвоили мощность этой самой Днепрогэса. Значит, после этой войны тоже восстановим, тоже она в два раза увеличит мощность, все это будет. Но пока тяжелые дни, тяжелые дни. День весеннего равноденствия оказался, прямо скажем, очень-очень для нас тяжелым. По Платине Днепрогэса в это время ехал троллейбус, туда ехали люди на работу, туда попала ракета, там наверняка есть погибшие, но мы точно пока этот рассказ, этот сюжет мы еще не знаем, мы не знаем, что там, еще не было точно данных. Троллейбус с пассажирами сгорел в ракетном обстреле. Говорят, ну как им все это удалось, у них же так все прямо удалось. Нет, не все удалось, просто атака была сложная, большая, это максимум, на что способна Россия, просто максимум. Такую атаку быстро не организуешь. Во-первых, очевидно, что они уже запустили, значит, А-50, эти самые самолеты радиолокационного слежения, раз они смогли организовать такую массированную атаку. Они задействовали более 150 летающих средств поражения, более 150 штук, это считая, если считать, и ракеты, и вместе с ними беспилотники. Значит, 63 беспилотника, 63, 151, 152 множество поражения, 12 баллистических ракет «Искандер», 40 крылатых ракет «Х-101», это 195-х с Каспийского моря они стреляли, 5 крылатых ракет «Х-22» из Ростовской области, 7 кинжалов с 9 мигов, а значит, раз 9 мигов, а 7 кинжалов, у них, видать, 2 не улетели или упали туда, на свои села. 2 ракеты «Х-59», 22 ракеты «С-300», это вот то, что попало по Харькову, боюсь, что вот это, 22 ракеты «С-300» и «С-400». Что по сбитым? Мы сбили 55 беспилотников, 55 из 63, и мы сбили 35 крылатых ракет из 40. В обоих случаях, что интересно, это 87,5% крылатых ракет мы сбили, 87,3% шахедов. 87,3%, напомню, ровно столько набрал Владимир Путин на так называемых выборах президента. Вот столько же процентов, сколько россияне проголосовали за Путина, столько же процентов мы, ну понятно, что не по-настоящему, да? Столько процентов шахедов уже по-настоящему крылатых ракет мы сбили во время этой атаки. Но, к сожалению, надо признать, есть средства поражения, от которых мы не защищены, регионы не защищены. Вот кинжалы, почему? Почему попали в «Непрогресс», почему попали в этот троллейбус? Почему им удалось вырубить электричество и воду в Харькове? Почему им удалось попасть там во что-то в Бурштейнской ТЭЦ? Потому что все-таки 7, сколько я сказал, 7, да, 7 кинжалов – это очень большая сила. И против них нет противоядия, кроме «Патриота». Потому что 22 С-300, кроме «Патриота» тоже против них ничего нет. Потому что 55, ой, 5, извините, ракет Х-22 – это тупые, неточные ракеты, на которые тоже попробуй-ка еще сбей чем-нибудь. И «Искандеры», и «Искандеры», 12 «Искандеров» тоже, кроме «Патриота», в общем-то, ничем, к сожалению, не сбиваются. Такая сложная была атака. Но мне звонили из разных стран, просто из разных СМИ, разных стран. Я всем примерно сказал одно и то же. Ребята, мы это уже переживали все. Мы целую зиму так жили. Целую зиму, раз в неделю мы переживали подобные атаки. Каждую неделю прошлой зимой. Только на улице было минус 15, ну, минус 10, минус 15 бывало. А сейчас на улице, по-моему, плюс 10, да, если не ошибаюсь. А это означает, что нагрузка-то на нашу энергосистему гораздо меньше. Это раз. Второе. Мы, ну, прямо в гораздо большей степени готовы к этой атаке, чем в прошлом году. Плюс 12, кстати говоря, на улице. Вообще смешные они люди, да, россияне. Решили начать уничтожать нашу энергоэлектроструктуру в тот момент, когда мы уже закрываем отопительный сезон, объявили, что с первого числа закрываем досрочно отопительный сезон. Наши удачного прошли. У нас сейчас, прямо сейчас, когда я записываю этот ролик, три страны Европы снабжают нас электроэнергией, перетеканием. Причем нам это не стоит денег, потому что до этого мы их снабжали. Ну, в смысле, мы же поставляли электроэнергию в какие-то дни. У нас переизбыток ее был. В общем, удар серьезный, больной, потому что погибли люди. Больной, потому что ранены люди. Больной, потому что прямо сейчас спасатели занимаются, вот вместо того, чтобы сидеть с детьми своими, да, они занимаются откапыванием живых людей из-под развалин. Поэтому удар неприятный очень. Трагичный, это правда. Но не смертельный. Мы все равно выстояли, и энергосистема тоже выстояла. Об этом сказал уже Магань, премьер-министр, так, что энергосистема не утратила свою целостность, нет никакого риска, никакого тотального блэкаута. Поверьте, прошлой зимой, в ноябре и декабре, когда мы с вами считали дни до весны, было ну в сто раз хуже, в сто. У нас была незащищенная энергоструктура, не было запчастей, мы не знали, как с этим бороться. Сейчас все все знают, каждый на своем месте делает свое дело. Последствия будут постепенно ликвидироваться. Держитесь там в Харькове. Ребята, кто... Я знаю, что у вас там отключение, фактически полностью без света. Не знаю, сможете ли вы посмотреть мой выпуск. Но слушайте, прошлой зимой они такое смотрели, и я снимал выпуски, как вы помните, при свечах. И все это тоже у нас в жизни уже было. Мы со всем этим встретились не в первый раз. Что случилось в Запорожской АЭС, я отдельно расскажу в сегодняшнем выпуске. Про это будет отдельный небольшой сюжет. Ну и, конечно, расскажу я сегодня и про вот этот странный поворот истории, когда якобы Соединенные Штаты Америки прям требуют от нас прекратить немедленно удары по российским НПЗ. Да-да-да. Украинская власть уже ответила, что «Ребята, все спокойно, мы действуем в соответствии со стандартами НАТО». Сказала украинская власть, не лезьте к нам, бомбили, бомбим и бомбить будем. Хорошо, дословно это сказано не было, но сути это не меняет. В общем, смотрите с удовольствием сегодняшний выпуск, ставьте мне лайки, подписывайтесь, чтобы не пропустить последствия, о которых я буду рассказывать всего этого. Ну и приятного просмотра Шетельмана за неделю. Те, кто внимательно следит за каналом Шетельман, наверняка заметили, что вчера передача Шетельман за сегодня называлась «Без названия». Вот как вы думаете, это я так соригинальничал и придумал такое название без названия? Нет, это не так все было. Не так обстояли дела. Еще, возможно, те, кто внимательно следит за моим Телеграм-каналом, на который можно внизу подписаться. Да, собственно, на канал Шетельман тоже можно внизу подписаться. 390 тысяч подписчиков. Круглое число, но хочется круглее. Подпишитесь, пожалуйста, на канал Шетельман, поставьте subscribe. Вчера я подготовил видео, как мне казалось, более-менее нейтральным названием «Обжегшись на молоке, на воду, в дул». Мне уже YouTube, нельзя его произносить в суе, в общем, платформа видео, на которой мы с вами встречаемся, выносила какие-то предупреждения, что я очень жестоко называю свое видео и так, и сяк, и неполиткорректно, и криво, и косо, и так далее. И вчера я употребил слово, вы не поверите, слово «ракета» в названии. Конечно, слово «ракета» в названии видео. Как можно такое вообще? Что же такое, правильно? А иногда я пытался употребить слово «война». Это все нельзя ни в коем случае. Нельзя ни в коем случае. Поэтому вчера мне прямо, как это, ну, приходит такое, в общем, предупреждение, и получается, что если это видео потом опубликуешь, то его вам почти не будут показывать, почти не будет просмотров. Поэтому я собирался уже выйти в прямой эфир вместо, вот если вы видели в Телеграме, собирался выйти в прямой эфир вместо, показывая вам видео, но рассказать то же самое. Но, к счастью, в последний момент, вот когда я перегрузил это видео только с другим названием, которое называлось «Без названия», то все получилось. Это не про меня разговор, не про канал «Шетельман», не про то, что я такое название употребляю, такое – это про свободу слова. Это важный разговор про свободу слова. И это важный разговор про то, насколько социальные сети разного рода пытаются изменить новостную повестку, пытаются изменить то, как выглядит мир, фактически разрушая его. Потому что вот происходит что-то в реальности. В реальности нас убивают. В реальности нас пытаются уничтожить всеми силами. Настоящие мертвые, настоящие мертвые люди. Настоящие. Настоящие разрушенные горящие дома. Настоящие мертвые дети на улицах. Только это запрещено показывать. Сети запрещают показывать мертвых людей. Запрещают показывать мертвых людей. Запрещают показывать фотографии. То есть в реальности это есть, а показывать это нельзя. Рассказывать об этом запрещено. Нужно употреблять какие-то другие слова. Это давно, не сегодня началось. Помните, я рассказывал, что во время, например, ковида, когда была эпидемия ковида, то социальная сеть Facebook запретила сообщать об акциях и демонстрациях против карантина. То есть, заметьте, акции проводятся по всему миру, шли акции, в том числе с требованием снизить карантин, убрать карантин и так далее. Но сообщать о них запрещено. Акция есть, а сообщать нельзя. И кто в результате создает правду? Они создают мир розовых единорогов, понимаете? Они пытаются создать мир розовых единорогов, где все-все хорошо, все постят фоточки с котиками, постят веселые песенки, такой бесконечный веселый тик-ток сплошной из всего они хотят сделать. А я не готов в этом участвовать. Я не собираюсь устраивать здесь парад единорогов. Я все равно буду говорить то, что происходит. Да, возможно, мне придется иногда заменять слова, называть видео без названия. Или давайте мы с вами договоримся о кодовых словах, как в ВДСМе. Но вместо слова «в-на» можно говорить «весна». Понимаете, да? Российско-украинская весна. Первая мировая весна, вторая мировая весна. И так они уже нас не поймают. Так говорить можно. Бессмысленно, но можно. Вместо ракеты говорить «вот это». Прилетели 32 вот эти. Сегодня на Украину, против Украины были выпущены 90 вот этих. Потому что у нас весна. Поэтому 98 вот эти. Можно говорить о том, что... Ну зачем говорить слово «убитые», когда можно говорить «улитые». Улитые. Вы представляете, да? У нас идет весна, полномасштабная весна. Летают вот эти. Есть улитые, ранние. Потом можно говорить, когда говорить о том, что вот Путина осудили за военные преступления. Скоро про это запретят говорить. Мы будем сообщать, что Пуськина объявили в Ростбе в завесенние представления. Но вы же догадаетесь, о чем я, да? Если я вам скажу. Вчера Международный суд в Гаге объявил Пуськина в Ростбе в завесенние представления. Вы не подумайте, что это я дислектиком стал. Это просто мне запрещают теперь говорить правду, как она есть. Ну пусть будет так. Будем с вами разговаривать изоповым языком. Многие из вас родились в Советском Союзе, как и я. И мы умели говорить вот таким вот языком, подменяя слова, подменяя понятия, намеки. Стыдно, что мы живем в таком мире. Стыдно. Стыдно, что в 2024 году мир вдруг становится большим Советским Союзом с точки зрения цензуры. Мне лично стыдно за этот мир. Но вот так. Короче, не удивляйтесь теперь любым названиям. Уж простите, буду их редактировать до последнего. И иногда видео будут называться без названия. Или же вот так. Пупкин в Ростбифе. В международном Ростбифе. Когда слышишь об очередных ракетных атаках, ничему ведь не удивляешься. Это так естественно. Мы воюем с россиянами. Россияне хотят убить каждого украинца. Мы это знаем. И вот они это делают. И делают сегодня ночью, и вчера. И каждый день идут к своей цели. А мы им мешаем всем, чем можем. Но когда удивляешься, когда читаешь статью Financial Times, когда слышишь от своего союзника Соединенных Штатов Америки, что ты не должен так воевать. Не должен наносить ущерб российской нефтеперерабатывающей промышленности. Не надо стрелять по НПЗ. Призывает якобы. Сейчас мы объясним, почему якобы. Призывает Белый дом украинские спецслужбы. Вот такая статья, наверняка вы уже многие слышали, вышла сегодня в Financial Times. Почему я знаю, что все слышали? Потому что весь Фейсбук полон возмущения вот этой позиции. Вот этой статьей. Ну, согласно этой статье, если верить этой статье, то какие-то американские чиновники объяснили гуру и объяснили СБУ, что не надо, не надо стрелять. Не стреляйте, пожалуйста, мы вас предупреждаем. Не стреляйте по российским НПЗ. То есть откажитесь вот от этих успехов, которые у нас были, когда мы поразили 15-й НПЗ, когда весь мир, весь мир уже в восторге от наших военных операций, но нам предлагают это немедленно прекратить. Это может оказаться правдой, это новость из Financial Times, а может неправдой. Нам сейчас важно узнать, правда это или неправда, это раз. И второе, как отреагируют наши спецслужбы на эти предупреждения. Я не стал верить переводам многочисленным, которые разошлись по сети, в Телеграме и так далее. Посмотрел на оригинал статьи, прочитал. Сразу внесу одну поправку. Вы наверняка, если слышали об этой новости, а многие из вас слышали, то вы слышали о ней на русском языке или на украинском языке. И там было сказано так, в этой русско-украинской версии, что они просят не наносить удары, чтобы не выросла мировая цена на нефть и чтобы не вызвать ответных ударов. Так вот, тут важная деталь. Они не говорят про ответные удары по территории Украины, не про то, что, мол, Россия иначе в ответ будет стрелять. Потому что, когда я прочитал это по-русски, меня это возмутило вообще до глубины души. Типа, перестаньте стрелять по России, иначе она вам ответит. То есть, это как угроза со стороны Путина звучит. Это Песков так обычно разговаривает. Вы можете немедленно прекратить свои страдания, если перестанете сопротивляться российской армии. Просто сдайтесь нам на милость, мы перестанем вас убивать. Ну, вот так примерно это звучит. Перестаньте стрелять по нашим танкам. Ну, это как если бы... Представляете себе, да, американцы говорят, перестаньте стрелять по российским танкам, чтобы они не стреляли в ответ. Так вот, оказалось, нет. Все-таки в тексте Financial Times все не так. Все чисто про бизнес, ни про какие ответные удары по Украине речи там на самом деле не идет. Но, к сожалению, идет о другом, что гораздо хуже. Рассказываю. Значит, статья эта называется... Господи, US has... US, United States в смысле, has urged Ukraine to hold strikes on Russian oil refineries. То есть, призвала, короче, жестко так, США прекратить немедленно удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Значит, сообщают, что... Financial Times, что в Белом доме, извините, я по-английски, мне статья только, что в Белом доме в шоке, фрустрированы вот этими самыми дроновыми атаками Украины. Приятно, в России тоже в шоке, тоже фрустрированы, но мы радуемся, что в России фрустрированы и не понимаем, почему в Америке фрустрированы, должны радоваться за своего союзника, что нам удалась такая блестящая операция. Но, значит, согласно нескольким, трем людям, короче, три человека, которые хорошо знакомы с этой дискуссией, это ссылается на них в Financial Times, не называя имена этих людей. По мнению Соединенных Штатов Америки, вот эти удары вызывают рост цен на нефть на мировом рынке, поэтому Соединенные Штаты призывают нас прекратить. Типа прекратите стрелять по русской нефти, ведь от этого дорожает нефть в мире. Поэтому предупреждения эти даны в адрес СБУ, ГУРа и разведки еще какой-то. Я тут же вспомнил Салливана, который к нам приезжал на этой неделе, уж не он ли приехал тут предупреждать СБУ, ГУР и нашу разведку, что не надо бить по российским нефтеперерабатывающим заводам, ведь вырастут цены на нефть. Понимаете, какой ужас. Ну, статья дальше рассказывается о наших успехах, коротенько они пересказаны, сколько там процентов, чего, о переработке и так далее. Мы смогли поразить российской. Кстати, указывает Financial Times, что в нашей зоне доступности нашими беспилотниками 60% российской нефтепереработки. Так вот, значит, на 15% с начала года выросла цена на нефть до 85 долларов. И это мешает Джо Байдену переизбраться на второй срок. Я сейчас не обвиняю Джо Байдена, я цитирую Financial Times. Либо это окажется правдой, либо мы немедленно получим доказательство того, что это неправда. Значит, отдельно, вот тут мы переходим к этой самой точечке про чем еще они недовольны. Итак, они недовольны тем, что удары по НПЗ повышают мировую цену на нефть. Я вот подумал, блин, а типа мы бьем по танкам, это ничего, что от этого дорожает сталь? Нет, серьезно, дорожает, потому что как? Мы разрушаем танки, стали нужно все больше, и сталь в мире дорожает. Это нормально как бы? Или нам по танкам тоже не стрелять? Ну ведь продолжаем же логику. Так получается? По танкам тоже не стрелять? А порох тоже нам не использовать? Потому что, насколько я знаю, снаряды в мире на 20% подорожали, тоже инфляция. А может нам по российским солдатам не стрелять? А то цены на мясо обвалятся, что мяса будет много, Россия поставляет на мировой рынок. Может как-то так? Ну типа мы должны вот из этих соображений получается действовать. Теперь про эти ответные удары. О чем они пишут на самом деле? Не то, что было в русскоязычном переводе. Что в Вашингтоне опасаются также ответных ударов России по инфраструктуре нефтяной внутри России. Не по нашей, а внутри России. В чем здесь секрет? Через территорию России проходит энергоструктура, которой пользуется Запад, на которой он опирается. В частности, из Казахстана идут трубы из Казахстана в Европу. Газовые, нефтяные, не знаю. И вот эти трубы в 2002 году на короткое время россияне перекрывали. Ну перекрывали Запад. Потом, видать, открыли. И по мнению Белого дома, если верить этой статье, от того, что мы бьем по этим самым по нефтеперерабатывающим заводам, россияне могут закрыть эту трубу, которая идет из Казахстана. А от этого пострадают компании ExxonMobil и Chevron, которые из Казахстана, так сказать, добывают этот нефтегаз и по этой трубе его передают. Значит, объясняю Белому дому. Пункт первый. Если россияне могут закрыть трубу, они могут закрыть и так, и так. Почему именно в ответ на наши удары по нефтепереработке? А в ответ на наши выстрелы по Крымскому мосту, типа они могут закрыть? Тоже могут. А в ответ на то, что мы сбиваем их самолеты, могут? Тоже могут. То есть вы предлагаете нам сдаться? Ну вы предлагаете нам сдаться, конкретно так получается, потому что иначе упадет прибыль ExxonMobil и Chevron. Так получается из этой статьи. Так получается из этой статьи. Ну и дальше. Вот то, что выросла цена на нефть на 15%, как пишет эта статья, что Байдену от этого очень плохо, потому что вот, значит, как они пишут, nothing terrifies a sitting American president more than a surge in pump prices during an election year. Ничто не волнует Байдена так сильно, как рост цен на нефть в год его выборов, потому что у него одна из целей победить инфляцию в США, это был большой вопрос, и вроде бы ему это удается, за счет этого растет рейтинг Байдена в том числе, но как только вырастает цен на нефть, растет и инфляция. И они хотят, чтобы мы, то есть занимались, регулировали цены на нефть ради успешных выборов Байдена, нет, серьезно? Вот так вот, да? Ну, в общем, нет пределов нашему возмущению, мне кажется, от такой статьи, но давайте теперь попробуем разобраться по-честному еще. Все-таки это пока сообщило Financial Times со ссылкой на трех людей. Возможно, что такие разговоры были, ну, на пустом месте Financial Times писать бы такое не стало. Но мы же не знаем, что это за люди. Это люди прямо из администрации Байдена? Это прямо Салливан приехал с этим месседжем? Или это какие-то лоббисты нефтяного сектора? Или кто? Ну, вот кто это делал? Мы не знаем. Но сейчас самая хорошая возможность ответить, потому что, как пишет Financial Times, они послали запросы и в администрацию Байдена, кстати, в администрацию Зеленского, и ответов не получили. Правда ли это все? Но теперь, когда они придали это огласке, может быть, пришло время ответить на эти вопросы, но чтобы вышел представитель администрации Байдена, сказал, нет, это неправда. Мы совершенно, это личное дело Украины, куда наносить удары? Они раньше говорили, мы не способствуем этим ударам по территории России. Мы им же не способствуем, это наши украинские дроны. Но выйдете и скажите, что это неправда, будет проще, потому что иначе будет очень тяжело. Ведь это обвинение уже не только с нашей украинской стороны. Это сейчас ведь и для американцев получается, как Байден использует как-то вот так хитро, бодро проигрывать России, требует от Украины проиграть войну России, требует Украину согласиться на то, чтобы Россия успешно завершила геноцид и уничтожение украинского народа ради своего переизбрания. Кривая история, правда, получается. Поэтому мне кажется, что из Белого дома должен быть четкий ответ. И если мы услышим четкий ответ, что нет, это не так, мы ничего подобного не просили, то в этот же день мы должны получить и подтверждение из Украины в виде удара по очередному НПЗ. Если же они все равно об этом просили и будут молчать, то тогда ответом наших спецслужб, который подтвердит, что в общем мы все равно собираемся воевать до конца, не заниматься выборами Байдена на нашей линии фронта. А то наши бойцы на фронте тоже должны, им говорят, так, сидят они в блиндаже, представляют себе под обстрелом, говорят, ребят, сейчас, значит, артподготовки не будет, потому что у Байдена рейтинг на 1% упал. Рэп не включайте от беспилотников, а то там выборы же через 2 недели в Америке. Давайте сейчас, вот они Киев обстреливают, давайте из Патрио стрелять не будем по их ракетам, пусть поубивают человек тысячу в Киеве, ну, у Байдена же там, сами понимаете. Вот, мне кажется, требуется ответ, требуется ответ от администрации Белого дома, требуется ответ. Ну, от наших, что, от наших ответ простой, мы либо будем стрелять дальше по НПЗ, либо не будем. Почему мы перестали стрелять по НПЗ? Могу предположить, что у нас кончились дроны? Могу, в каком смысле? Мы же все это сконцентрировали на одну неделю выборов и закончили мы 17-го числа, то есть 16-го на 17-й последний раз обстреливали, 17-го в России прошли выборы, мы перестали обстреливать. Ну, могли запасы кончиться. Это не совпадение, мы готовились именно к дате такой, к 17-му марта. Но в дальнейшем уже требуются ответы. И если все это окажется правдой, то нет у меня для вас слов какого-то очередного оптимизма на эту тему. В таком там очень мрачном мире мы тогда живем, вот что я вам скажу. Спасибо.